В Салихардзе состоялось второе заседание группы по работе с проектом федерального закона о развитии арктической зоны Российской Федерации. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя председателя Законодательного собрания автономного округа Виктора Казарина при участии депутатов регионального парламента, депутата Государственной Думы Российской Федерации Григория Литкова, а также представителей департаментов и общественных организаций Ямала. Участники внесли свои предложения и выработали единую позицию по новой редакции законопроекта, полученного от Министерства экономического развития страны. Предыдущая редакция законопроекта была самым подробным образом проработана и в адрес Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Российской Федерации и парламентом Ямала были направлены постатейные замечания и предложения. Приложения касались в частности разграничения полномочий между органами государственной власти, а также создания развития управления и функционирования опорных зон развития в Арктике. Государственного регулирования в области экономического, транспортного, социального развития в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, природопользования и безопасности. Новая редакция ушла тоже некоторые наши пожелания, в частности регулирование взаимоотношений и полномочий между субъектом федерации, федерацией, муниципальными образованиями, но есть еще над чем поработать. Важно учесть правовое обеспечение социальных гарантий людей, работающих и живущих на Ямале, нашу специфику и экологические аспекты развития региона в связи с промышленным освоением территории Арктики. Необходимо продумать системность экономического, промышленного, социального развития региона, отметил Виктор Казарин. Теперь участникам рабочей группы в кратчайшие сроки, 10 дней, предстоит выработать согласованные предложения по полученному законопроекту. Российский парламентарий Григорий Литков отметил, что разработчики взяли высокий темп. Группа работает в полном составе, готова реагировать на поступающие тексты и вносить поправки. Мы готовы сегодня реагировать на те тексты, которые сегодня поступают, те изменения, поправки, которые нам необходимо включить. И я думаю, что сегодня консолидировано тоже выработаем свою точку зрения от нашего региона. Будем консультироваться с нашими соседями, обязательно будем делиться информацией, как мы это видим, и будем получать обратную реакцию обязательно от наших соседей в арктическом регионе целиком. Сейчас у группы одна цель – сделать закон максимально рабочим и, самое главное, чтобы он работал положительно для жителей Ямала.